Еще накануне 9 мая площадью администрации заняли советские боевые машины. Больше всего интереса тяжелая техника вызвала у малышей. Но из всей экспозиции, за исключением дегустации солдатской каши, наибольший восторг у детей и взрослых вызвали образцы стрелкового оружия периода Отечественной войны. Когда еще удастся взять в руки настоящий ППШ или легендарную снайперскую винтовку Токарева? Главные действующие лица 9 мая, конечно, те, кто прошел войну на фронтах и ковал победу в тылу. В их честь поднимались знамена и звучал гимн России. Именно ветеранам были адресованы главные слова благодарности. 942 наших земляка, отдавших жизнь за Родину, вписаны золотыми буквами в историю и нашу память. Какими они были, где жили, учились и работали, были ли у них семьи, дети, так важно знать, чтобы помнить. Несмотря на жару первой половины дня, риутовчане ждали самый яркий момент праздника – праздничный марш бойцов легендарной дивизии имени Дзержинского. Этот парад ни в каких комментариях не нуждается. Но главным событием праздничного дня стал, конечно, бессмертный полк. К шествию риутовчане готовились не одну неделю. Портреты воинов Великой Отечественной войны бесплатно печатали в МФЦ и городском музее. Эта народная акция собрала в 2019 году почти 11 тысяч человек. В одном строю шли и руководители города, и депутаты, жители всех возрастов. День Победы даже через 74 года не теряет своего значения. День Победы даже через 74 года не теряет своего значения. Потому что вы видите, что год от года у нас участников количество возрастает. И вот мы в прошлом году наблюдали более 10 тысяч участников шествия бессмертный полк. Сегодня по ощущениям еще больше, потому что действительно люди спрашивают. Кто-то не участвовал в прошлом году, хочет тоже наверстать упущенное. И все подтягиваются с портретами, с плакатами. Участвуют в этом действительно поистине настоящем патриотическом движении, которое объединяет всех наших людей где-то на уровне генетической памяти. Всего в Реутове 9 мая прошло более сотни различных мероприятий. Были и спортивные соревнования, и концерты. А закончился праздник по традиции – великолепным салютом. Сергей Щербаков, Алексей Золотарев, Сергей Сомов, Александр Попов. Телеканал Реутов.